Девушки отдыхают Ричардес и веселый барабанщик Артур А невеста у нас Анна Давайте знакомиться Добрый вечер Я очень рада, что стала участницей программы Давай поженимся И я надеюсь, что Три столь мудрых эксперта Семейных отношений и мой друг Владимир Помогут сегодня разобраться мне В главном вопросе Анна, 48 лет Прожив с мужем 18 лет Ушла к молодому водителю Но так и не смогла создать с ним настоящую семью Потому что бывший супруг Всегда присутствовал в ее жизни Анна руководитель компании Которая занимается операциями с недвижимостью Гордится тем, что выиграла 400 судебных дел Увлекается физиогномикой Посещает фотовыставки, театр Любит смотреть мультфильмы И бродить босиком по горячему песку Мечтает пообщаться с Ларисой Гузеевой И получить от нее дельный совет Для Анны внешность мужчины не важна Главное, чтобы он не был с излишней волосатостью Выйдет замуж за высокого брюнета Который будет разделять ее интересы И все выходные дни проводить рядом с ней Здравствуйте, Анна Хочу преподнести вам цветы В надежде на вашу помощь Нам приятно, что вы доверяете нашему мнению Но для начала нужно разобраться Что же вы там такого успели натворить в своей жизни С чем пришли Вы вышли рано замуж, в 18 лет, по любви Да Он был ваш ровесник? Нет, он был на 6 лет старше меня И он уже работал на ответственной должности В райкоме Комсомола А я была молодая девчонка Пришедшая только что из школы Посмотрите, у вас все было хорошо Мало того, даже после того, когда врачи вам поставили Неутешительный диагноз Что вы никогда не сможете иметь детей Да Муж верил в вас и говорил там Анька, прорвемся, не боись, я всегда с тобой И Господь смилостивился И через какое-то время у вас родился прекрасный сын Да И я была вынуждена уговорить своего мужа Бросить государственную службу И прийти помогать в мой бизнес До этого я была в нем одна И наша жизнь превратилась в производственную площадку Я считаю тоже, что работа работай А семья семья вместе не надо Вам понадобился личный водитель И муж сказал, а у меня есть вот родственник Троеродный брат, давай-ка моего мысли Он взял его к себе И вот муж занят этим бизнесом самым А вы и ребенок каждый день по 15 часов Вот с этим родственником Да Молодым, красивым И молодым, красивым, умным И во многих отношениях, между прочим Похожим на моего мужа Ну конечно, они же родственники Только моложе Да Два раза Моложе, мягче, спокойнее То есть она что-то такое Любит доминировать в семье Скорее всего, мне так кажется У нас это не пройдет Сколько вам лет было тогда? Около 38 Вот самый возраст Когда козлорогий стоит и говорит Да Скоро тебе будет уже 40 А потом больше А сейчас есть возможность Он же нас соблазняет Да Скушает И при этом одновременно я совершенно не ощущала Никакой заботы, никакого внимания Со стороны своего мужа Первый, кто сделал шаг на Вот уже близкие отношения Вы или все-таки этот молодой водитель? Да, он сам сделал первый шаг Когда мы выехали на трехдневный корпоратив Муж вас отпустил? Да, я поехала туда руководителем этого корпоратива Соответственно, этот водитель поехал в качестве моего помощника Мы постоянно, круглосуточно были вместе И так все это и произошло Анют, ну смотрите Если быть уж такой циничной Но открытой и правдивой То вот такой левак Он же, в общем-то, брак не разрушает Ну вы изменили, изменили Покаялись бы, поплакали Можно не говорить дела? Конечно Зачем нужно было дорасшатывать отношения с мужем? На что надеялись? Вы знаете, на самом деле Наши отношения с мужем уже зашли в такой тупик Что я совершенно не хотела с ним жить вместе И это первая причина По которой мы расстались А вторая причина Это то, что был вот этот водитель У меня к нему возникли чувства И он уже был активен Да, и я не уходила в пустоту Я уходила к другому человеку Которая обо мне заботилась Скажите, а как лучше отреагировал? Представляете, он одновременно терял родственника Которому решил помочь в этой жизни И жену И очень тяжело терял Наши переговоры шли 6 месяцев Да я думаю, что муж сам к этому подвел Возьми У меня такое чувство Потому что Ну, мужа было жалко Но он хотя бы как-то разрядился Он подрался с родственником? Или все было интеллигентно? Подрался? Молодец Молодец Вы все знаете? Нет, я просто задала вам вопрос Подрался, да? Молодец Молодец И вот выяснили отношения И решили жить с молодым родственником Ну и слава богу, и жили бы Да, возможно мы бы и жили бы Но, к сожалению, здесь, наверное, я допустила ошибку в своей жизни Что в тот период, когда он просил меня родить ребенка Я не решилась Не решилась потому, что не было уже за спиной Такого материально обеспеченного человека, как мой муж И поскольку мы продолжали оставаться с мужем в одном бизнесе И здесь совершенно банальная причина У нас были огромные кредиты Огромные суммы И серьезные банки, которые нас кредитовали И я не могла официально оформить развод А молодого раздражало, что вы часто общались с бывшим Да, конечно Он, в принципе, не простил мне присутствие мужа В моей жизни, вот, в качестве партнера Ань, а муж ваш бывший устроил свою личную жизнь? Да, устроил Я знаю этого человека, с которым он живет Она тоже работала в нашей компании А сейчас общаетесь с ним? Да, он мой лучший друг на сегодня Жалеете, честно? Нет Ни о чем не жалеете? Вы знаете, наши отношения после того, как мы не стали мужем и женой Они стали гораздо лучше, как ни странно Значит, она очень дипломатичная женщина, мудрая Сумела с бывшим мужем, которому, в принципе, насолила Сохранить хорошее отношение Нет, сохранить одно, в живых остаться А вот с молодым разводились без проблем? Без... С проблемами Мы расходились 10 раз, он все равно возвращался В конечном итоге он принял решение уехать настолько далеко, чтобы невозможно было приезжать по два раза в неделю То есть он возвращался, а вы принимали его? Да А сейчас общаетесь только с бывшим мужем или с бывшим мужем вторым тоже? Нет, со вторым не общаюсь Такая обида у него, да, на вас? Потом он ее подчиненный был, да, поэтому и не получилось ничего Нет, такой женщине нужен мужчина старше и сильнее, чем она Ваши истории я прочитала, что вы спите до 10 И как бы вот одно из ваших пожеланий не будить даже В принципе требованием это можно назвать Да А я знаю, что судебные процессы начинаются в 9 Некоторые, вы их тоже просыпаете? Да, но вы знаете, у меня уже настолько большой опыт работы с судьями, что я прошу судей назначить судебное заседание на после обеда А почему судья? Вы же руководитель компании, которая занимается операциям по недвижимости На самом деле компания небольшая и я не столь загружена по своей основной работе и судебные процессы для меня это в принципе хобби Вы кто? Я юрист по второму образованию То есть вы выступаете в качестве адвоката? Я могу выступать в качестве либо истца, либо ответчика, либо адвоката, если это уголовный процесс Подождите, адвокат, который говорит, что его профессия хобби, я бы наверное подумала, стоит ли обращаться к вам как адвокату Адвокат это вообще образ жизни Причем судят по результату, Рос, если 400 выигранных процессов Ну я тоже могу, знаете, как в том анекдоте, это я ничего не хочу сказать Нет, почему, если действительно 400 выигранных процессов, то ты меня извини Это хоть как-то назови, любимые, там я не знаю, я замужем за свою профессию или это хобби, есть результат Порой люди выкладываются куда сильнее, чем в профессии, потому что любят его Сыночка-то у нас вырос В сентябре 16 будет С мужчинами, ну это у глаз да глаз нужно за парнем, да А когда же мужчина-то вклинится в ваш график? Все выходные свободно совершенно, в 8, половина 9 я бываю дома Здрасте, приехали, он больше мужчины на выходные А ну есть, есть разновидность, муж на час там, муж на выходные Зачем муж, что вы с ним хотите делать вместе, проживать вместе, тогда и подтягивать будем туда нужного Детей выражать больше естественно не будете Значит взрослые уже, значит дети должны быть С точки зрения физиологии я могу родить ребенка Ну зачем? Ну взрослые, ну с точки зрения, да Но с точки зрения, да Молодой уже не подходит В смысле, а скорее всего нет Значит рожать вы не будете, в бизнес навряд ли вы его в свой возьмете, потому что уже есть плачевный опыт Значит свой бизнес нужен Что остается? Что остается? Общаться Времень для того, чтобы общаться тоже не так много А у тебя свободное время, оно вообще не нормировано как-то, да? Не, ну его практически нет, но можно поискать Я могу меньше заниматься своим хобби, меньше помогать своим друзьям Представьте себе, что приходит к вам мужчина, молодой вдовец с тремя детьми, с маленькими Вам он нужен вот воспитывать чужих детей, ну не чужих, не своих Если он мне понравится, то я считаю, что это возможно Ну то есть расслабляться нельзя давать, мне так кажется Потому что когда он начинает скучать, он начинает искать какие-то новые впечатления Вам это зачем? Если мне с ним будет интересно, если он мне понравится Нет, нет, подождите Что значит интересно? Вы с ним будете в карты играть, в кино ходить, интерес в чем? И в карты тоже Во многом, а в карты тоже и в кино тоже А просто прислониться вечером, посмотреть телевизор И не к кошке, и не к валюку, и прислоняйтесь Мужина вам не грелка, не кошка, не собачка Роза, вот ты сказала, что ты старица одна, не худишь и не будешь Не буду Да, а почему, скажи пожалуйста, Анна твоя ровесница Почему она должна быть одна? Я разве хоть слово, Лариса сказала, что я хочу, чтобы Анна была одна Более того, вы моя женская боль, мои ровесницы Я понимаю, как сложно Ведь самая большая сложность, даже не для чего вы его берете И что вы там с ним делать будете Вы будете свои привычки ломать Мужчина в возрасте, но не будет их ломать А вы будете свои, а стоит ли это делать? Привычки уже сложно изменить А вы много знаете женщин, которые ломают свои привычки? Бывают ли такие? Бывают, бывают Бывают, бывают Я бы очень хотела, чтобы мужчина с вами как раз не связывало ничего с точки зрения профессиональных моментов Пускай это будет человек совершенно иной области Совершенно другими интересами, который мог бы для вас что-то открывать Вот, видишь? Да, да, как раз и нет варианта такого Пускай это будет скорее творец, которым вы сможете любоваться Вам важно уважать мужчину вот сейчас, в этот период своей жизни А уважать вы сможете только человека, который знает нечто, чего не знаете вы А значит, совершенно другая сфера деятельности Потому что в своей сфере деятельности вы уже много чего знаете Поэтому я бы ориентировалась на творческих, но серьезных при этом мужчин Да Идите, встречайте первого жениха АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, Анна Здравствуйте Я поражен вашими достижениями, 400 процессов выигранных Это что-то непостижимое Спасибо вам, похвалу, очень приятно Спасибо, проходите АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, не конкурент Нет? Нет Давайте посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир, 51 год Солист музыкального ансамбля играет на флейте, саксофоне, гитаре и фортепиано Увлекается дайвингом, хорошо разбирается в компьютерной технике и занимается видеомонтажом Мечтает нести искусство и красоту в массы После 5 лет брака жена Владимира развелась с ним и ушла к другому, а потом снова вернулась Но семье так и не получилось, чувства остыли и они расстались Надеется, что с Анной ему будет спокойнее АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир, а жена сама к вам вернулась или вы ей помогли? Я думаю, что мы оба стремились к друг другу Я правильно понимаю, она ушла от вас к мужчине к грузину? Да Но вы связь не теряли, вы общались На самом деле наш развод произошел очень странно И у нас характер очень тяжелый И никто не хотел друг другу уступать И как-то так слово за слово Она говорит, ну что, развод? Я говорю, да, скатертью дорога Написали заявление, все нас потом через некоторое время развели И потом она уже в отместку мне вышла замуж Но сердце все-таки ее вас не отпускало и вас тоже Да, было В общем, через два года она к вам вернулась Да, мы потом встретились Я приезжал к ее маме, говорил с мамой Никогда не попрекали? Нет, никогда не было никаких упреков А грузинский муж не боролся за нее? Ну как, как мог такой человек не бороться? Конечно, боролся Он даже меня выслеживал За ней смотрел И увидел, что она со мной Ну, естественно, тут страсти накалились И, в общем, мне даже пришлось написать заявление в милицию Потому что это грозило, в общем, физически Какие страсти? Да, страсти были серьезные Ну, вот вы стали снова с ней вместе жить Да Скорее всего, есть такие женщины, которым именно нужен некий комфорт Может, он достаточно спокойный в семье Берет свои пилеты, пилит на ней спокойно Попилил Да Мы оба хотели ребенка, но долгое время его не было И вот вы пошли к какой-то гадалке или к экстрасенсу Она дала вам два литра воды Да, да, именно так и было Значит, приехали к бабушке Бабушка что-то там пошептала над водичкой И сказала, ты попьешь водичку, все будет хорошо, замечательно, не переживай У тебя будет двое Ну, хорошо И прошло буквально немного времени Появился один Один Спустя год мог быть второй А почему не родили? По состоянию здоровья уже Ну, вот один родился Владимир, ну вот и счастье И жили бы А что произошло-то? Произошло? А вот я как раз об этом хотел рассказать Видимо, я настолько хотел вот этого появления И превратился просто в вторую маму То есть я занимался только ребенком И все друзья ходили вокруг и говорили, что с тобой, почему-то Ну, только счастье И счастье, да А вот и было несчастье в этом Потому что у меня была очень ревнивая супруга Что она к ребенку Она к собственному ребенку Она ревновала даже к собственному ребенку Вот ты уделяешь ему столько времени, а мне вообще не уделяешь Значит, давал поводы, если ревновал А сейчас заливает, что к ребенку ревновал Да там скидывается на ребенка, скорее всего А сам, небось, там хвостом вертел налево-направо А вы меня просите за такой интимный вопрос Ну, вы-то хоть спали с ней? Ну, я, конечно, действительно, может быть, не прав в этом отношении Надо было, конечно, больше внимания уделять Подостыли к ней после рождения ребенка? А когда подостыли, стало всплывать ее прошлое и этот грузинский муж Ну, видимо, все оно как-то вот накопилось и вот образовалось так И, да, тем более, когда я получил желаемое уже в результате, да, появился сын Да, 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 и стало обидно, потому что ничто не проходит бесследно Так получилось, да, конечно А вот у меня вопрос Аннушка наша вообще предпочитает мужчину без растительности на лице Правда ведь? Ну, так это все сбривается А вы готовы сбривать? Вы готовы? Да Ну, если я не испугаю Излишнюю волосатость убрать с лица Без нее? Да, без нее, если я не испугаю, тогда будет То есть готовы, да? Может, имидж у вас такой, там, все это, музыкант То есть готовы? Ну, имидж у меня вообще, на самом деле, да Владимир, расходились они без особых страстей болезней? Как разошлись? Расходились, да, нет, ну как, ну были, конечно, переживания, но разошлись, остались с друзьями Сколько сейчас ребенку? Одиннадцать В сорок лет родили, довольно поздно В сорок лет? А чем он до сорока занимался? Флейтой А вы, вы уж извините, пожалуйста, Владимир, вы у меня очень симпатичны Ну, на одной симпатичности блинчиков не пожаришь и так далее А сколько зарабатывает у нас музыкант? У нас невеста таким приданным, мама не горюй Ну, у меня приданное как бы тоже есть, вот, и потом по поводу заработков, я же талантливый человек Я умею многое что делать, я занимаюсь звукорежиссурой, я музыкант, я играю на многих инструментах У вас образов хорошие руки нужны? У меня как бы много есть еще специальностей, которые... Ну, по деньгам-то? По деньгам? Хватает, я об этом не думаю Как это не думают? Мужчина должен думать об этом Знаете, если он об этом не думает, то мне достаточно Ой, ладно, а потом вы приходите и мне претензии предъявляете Главное, чтобы они были Главное, чтобы они были Главное, чтобы они были Я думаю, что ей такой не нужен, который не дам эта деньга Мне так кажется А знаешь, как хочется два раза в году отдыхать, если она еще привыкла Я привыкла четыре раза в году отдыхать Тем более четыре Владимир, ну вы же не живете в общежитии при консерватории Да нет, у меня... У меня от родителей загородный дом остался в Подмосковье У меня там студия, и как бы... У меня там замечательно О, а студия это дорогостоящие удовольствия Да, поэтому я уверена Какие пятьдесят тысяч? Пятьдесят тысяч чего? Ну я не знаю, чего Ну а вам сколько? Пятьдесят рублей? Достаточно будет? Чтобы мне потом не говорили, что я там, извините Розочка, я никогда не скажу вам никаких претензий касательно материального состояния Очень хорошо Это останется коммерческой тайной Смотрите мне в глаза, все у нас будет Владимир, покажите сюрприз Нет, хорошо, когда человек творческий, а вторая половина занимается бизнесом, например Да, потому что если два творческих человека, это нехорошо Ана, мы приготовили сегодня маленький сюрприз Поскольку вы занимаетесь бизнесом и все растворены буквально в современном мире Мы хотели дать вот той красоты старинной, вот той прозрачности, той свежести, которой нам порой не хватает Уже какое? Платье сразу? Как средневековым попахивает, да? Ну, что-то да Девятнадцатый, придворная артистка КОНЕЦ Это надо быть большим фанатом такой музыки, чтобы ее ежедневно выслушивать У меня это классический вариант, как бы Квартет классический Классика прикольная Да, на корпоратив с такой музыкой не пойдешь Нет Даже на фестиваль не пойдешь Да и в клубе где, да? Маловато драйвер Парни, спасибо вам огромное! Какой мир бы был серый и безрадостный без вас и без вашей музыки Да, ну это фурор, Володь, это фурор Владимир, какое счастье, да, что есть такая музыка, есть такие люди, которые любят эту самую музыку Да, вы правы Были бы хорошие, если бы такие отношения его, человеческие, Владимира к Ане, были бы именно как эта музыка А я думаю, так и будет Очень нежная Он вам понравился? Да Ну смотри какое просветление на лице, да? Другой человек, кстати Конечно Вам понравился жених? Да В общем и целом можно сказать понравился По-моему очень приятный Роза? Интересный Да мне вообще все в нем нравится Бородов готов сбрить Музыкой он занимается А вообще в нашем возрасте мужчина должен обязательно чем-нибудь заниматься Знаете, когда поднадоест Раз он к себе там поедет в студию Будет что-то записывать А вы отдыхать будете Ну я не вижу без препятствий Много очень совпадений с вашей судьбой Вот уже вот эти метания Развелся и не отпускала И отношения И потом родился ребенок Очень много похожего И страсти вроде там такие Да, мне кажется это знак такой Вообще говоря и астрологически несколько знаков есть С одной стороны вы одной стихии Вон вода так же как и вы Вам легко общаться с такими мужчинами И одновременно огненные Венеры Вы будете любить одно и то же Это родство вкусов вас очень может сблизить Новое знакомство через несколько минут Давай пожениться теперь ваше мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время И оставайтесь с нами В эфире давай поженимся У нас в гостях Анна Идите встречайте второго женителя АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте 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 Слушай такая красивая очаровательная девушка Может пойдем Пойдемте Я тоже рада Я имею ввиду минуя передача А сразу? Да, да Ну что нам сказать А ведущие как на это посмотрят? Спасибо Да я думаю нормально АПЛОДИСМЕНТЫ Проходите АПЛОДИСМЕНТЫ Чуть-чуть не бритый Да, да, да Ты выгодно отличаешься АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть и со мной решите вопрос АПЛОДИСМЕНТЫ Вы же собрались уходить куда-то АПЛОДИСМЕНТЫ Ну я передумал Да? Да, да АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда я тоже передумала Давайте на вас посмотрим АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ричардес 48 лет Свободный фотохудожник Профессионально занимается фотографией Его фотоальбом о России Признан лучшим в мире Любит путешествовать на машине И мечтает, чтобы в сутках было 30 часов Устав от постоянных упреков и ревности Со стороны жены Ричардес подал на развод Долго переживал разрыв с семьей Но и попытки обрести счастье в других отношениях Ничем не закончились Надеется, что с Анной Они смогут обо всем договориться АПЛОДИСМЕНТЫ Может, что это за альбомчики? Я представляю, что с ними руками пришел с подарками Саша, передай, пожалуйста Это совершенно удивительная вещь Ага, пожалуйста Хочу вам подарить пару своих работ Пожалуйста, повешенки Это Алтайский край, это наша Россия Я хотел бы подарок сделать, принес бы в рамки все Чтобы можно было повесить АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да, да Бумажки На принтере распечатал На принтере распечатал, да Вам высадится Вот, такую работу Обалдеть Роза, это для вас Это за байканская сторона, извините Какая красота Вот тебе Женские губы Спасибо огромное Они такие бывают Покажите Какое чудо Это престарелое извращение В музее, но и то она как-то озадачилась Кто носит имя Ричардас Тому любая баба да Я вам скажу, вы недалеки от мужчины Да? И судя по вашей биографии У вас с этим было все в порядке Да, да Поэтому мы уже поняли, что художник Вы преотличный Он это, не порнофотограф? Самовлюбленный товарищ Он настолько любит себя творчески Какой-то такой сальный он Ну, немножко есть Ну, трудно представить, что вот такой Ричардас И без женщины Почему? Все свое время отдаю работе Одна надежда на вас осталась А кто вас так замысловато не просто назвал? Ну, это мама Мама у нас кто? Мама у нас, это сам Польско-белорусских краей Вот она мне дала такое имя Ну, не белорусское имя-то, не Ричардас Абсолютно Абсолютно, как Почему она его так назвала? А отец литовец Поэтому Ричардас Да, отец литовец Здорово А у вас есть ребенок? У меня Моему сыну 25 лет А где мама сына? На Сахалине А почему расстались с ним? Ну, так получилось Занимался службой Всеми этими делами войсковыми Ну, человек ревновал Что меня и сутками не было А вы бывший военный? Да Да, я пенсионер Ну, а что он отслужил, читает Что он? Сейчас живет только для себя Он уже не-не-не-не Особого рвения там что-то строить заново Пенсии есть, чему напрягаться Скажите, пожалуйста У Аня, она как бы просыпается поздно, да? Вы завтраки будете себе сами готовить? По крайней мере, хотя бы себе Не говоря уже о Ане Да, я вопрос Я не прихотлив к еде Я хочу сказать, что Ричард и самодостаточник Она их всю жизнь горит Она их всю жизнь горит А вот теперь по поводу занятости Ричардас, вы свободный художник И Анна тоже очень много времени посвящает своей работе Как будете из этого положения выходить? Когда будете общаться? Встречаться? Ну, это самое Как вы думаете? Найдем, конечно, время А как отдыхаете? Ну, отдыхаю у меня так На машине в другие города Там на другие съемочные площадки В принципе так У него жизнь, работа и отдых Между этими всеми понятиями Знак равенства Что не спроси Все правильно А чего это у вас так Женщины из вашей жизни-то исчезали? Ну, у меня их не столько много было Чтобы они исчезали Ричардас, а вот эта девушка Которая была с Сахалина И по возрасту вам подходила Да, это очень хорошая девушка была Это была, как бы сказать, моя мечта Но не получилось А как вы думаете, почему? Значит, Лариса Ну, я спешил, конечно Я всегда виню себя Девушка у меня всегда Вы спешили Вы хотели ее перевезти в Москву Уже в то время и была квартира Да, да, я хотела в Москву и дочку ее перевезти Дочку ее перевезти Да, да, да Это самое главное Для женщины это должно быть приятно Женщина любит, когда так ее торопит, да? Вот, к семье Сейчас объясню Она, наверное, корнями туда вросла Потому что у нее там и куча родственников Мужчина была? И эти самые... Мужчина у нее попозже был Когда мы уже прощались Видно уже кто-то у нее появился А вы уверены, что параллельно-то не было? Что, вы это же не контролируете Я не контролирую Я жил здесь, она жила там Хорошо, давайте так, Ричардес Вы человек взрослый, с опытом Анна тоже Знаете, конкретно Вот какие ваши требования в браке? Так особо таких и нету требований Можно я скажу? Да? Да, да Мне кажется, у Ричардеса самое главное не мешать ему Творить Да, творить Если у него есть интересный проект Он обязательно посоветуется Дорогая, любимая Мне надо съездить вот на Чукотку Снять Северное Сияние А надолго на Чукотку-то? Ну, пока не поймает Ну, пока не получится А, то есть это ушел в себя, вернусь нескоро Ну, слушай, ну для того, чтобы рождались такие шедевры Можно отпустить на Сахалин, Роза, извини Да пусть я не вернусь! Вы не вернусь! Вот, Лариса, вот этот портрет я делал две недели Я жил на РТШ, чтобы поймать вот эту золотую осень Но только результат есть, в отличие от большого количества мужчин, которые уезжают Или в фитнес-клубе Или в фитнес-клубе Нет, нет, девушки, я всегда вернусь Да, она будет сидеть, ждать Когда вот кто будет набегаться по этим Она там по пустырям Я думаю, для Анны также будет интересно посмотреть на Северное Сияние, как и вам Так и я не просто, я могу ее взять с собой и пометься вместе Конечно, в этом прелесть Нет, в этом прелесть возраста, свободы Почему бы и нет? А вы в каких условиях живете? Комфортабельная гостиница? Я неприхотлив, в спартанских Вот здесь я живу Здрасте, а вы как что? Мы, может, не в том возрасте, что по-спартански где-то? Девушки, знаешь, объясняю Не всегда можно себе позволить эту самую гостиницу и так далее Потому что здесь гостиница находится в 500 километров от этого места Значит, палатки нам ночевать надо будет Ну, почему бы нет палатки? Ну, вот палатки То есть ей тоже придется там бегать Это нет В трениках Это было сюрпризом или у вас еще есть какой-то сюрприз? Нет, да вот у меня сюрприз Вот этот уникальный альбом В некоторой степени вот это образ его души И здесь представлены лучшие его работы за последние 10 лет А вы же вообще ходите на фото-выставки? Да, я вообще обожаю фотографии Как вы раньше не встретились Спасибо большое Это единственный фотограф, который снимает свои фотофильмы в разных стилях У него есть триллер У него есть эротические фотофильмы Отлично Что он делает вообще? Он пришел с жениться и лисит фотографии Спасибо вам огромное решение Спасибо Проходите в комнату Иван, спасибо Это тоже мне нравится фотография И человек себя раскрывает Да, он тоже любит фотографии очень Да, внутренность своей души через фотографию Потому что... А мне нравится, что он уезжает надолго Вот нравится мне это Анечка, понравился, да? Да Ну, ты сказала свое мнение Как тебе, Василиса? Я не могу сказать, что астрологически вижу особенно тесные пересечения И я думаю, что эмоционально он вам понравился чуть меньше Вы должны были почувствовать, что это не совсем ваш тип Но он меня абсолютно покорил своим мастерством Вы знаете, человек, у которого вакуум внутренний и душевный заполнен Он к себе притягивает К нам приходит большая часть молодых и зрелых уже людей У которых работа скучнейшая Часов до шести или до восьми не важно А потом вакуум начинает, который заполняется бог знает чем Вот тут места для вакуума нет вообще А я когда талантливого человека вижу, я клянусь вам, астрагируюсь Мне все равно, какого он роста, веса, цвета Ну, Ричардос, я же говорила, ты победитель Впереди у нас третий жених и выбор своей судьбы не пропустите Вы смотрите «Давай поженимся» и я предлагаю Ане встретиться с третьим женихом Проходите АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за комплименты, мне тоже очень приятно, что мы встретимся Спасибо Проходите АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Артур Артур, а почему стайни-то? Ну, ранний брак, я женился уже 17 лет А потом армия? Ну, да, просто мы расписались до армии, и мама не знала, потому что мама, не очень серьезная, и там хотелось, чтобы я продолжала учебу Ну вот, а а когда ребенок уже родился Ребенок родился всё, она оттаяла сразу А у нас не что-то нет Ну, вас в армию все равно забрали, а когда вы вернулись в отпуск через год, выяснилось, что уже жена любит вашего друга. Там получилась немножко другая история, потому что просто подруга моей жены, она хотела со мной иметь некие отношения до армии, я был правильно воспитан. Переспал с девушкой, женись, правильно? Если уже женился, то ни до никаких подружек не существует, молодец, молодец. И вот та барышня, ее подружка, очень хотела... Я просто наговорила, когда меня забрали в армию, она говорила, что она мне просто сказала, что я сделаю это, что ты с Леной все равно не останешься. Ну, в общем, она загуляла, не выдержала, вы не просили. Она в отместку, в принципе, это сделала. Как будто бы в отместку, а на самом деле ничего и не было. Ничего не было. В общем, та девица, если сейчас смотрит, бессовестная. Как ее звали? Лариса. Лариса? Не ты была Ларисой случайно? Нет, ну что ты, я сама в страстях колотилась, мне не до чужих было. Ясно. Артур. Да. Ну, с ребенком-то видитесь? Конечно. У меня взрослый сын, у меня две внучки. Мы с ним дружим, мы друзья. А переживали, что вот все так получилось по молодости? Ну, да, поначалу очень сложно было. Потом, ну, нашел вроде. И тут совершенно, так сказать, случайно по работе познакомились. Мы прожили достаточное количество, мы 10 лет практически прожили вместе. Но не женились? Нет. Гражданский брак. И детей тоже не заводили? Ну, у меня дело в том, что проблема у него нулевая группа, причем минус. А у меня третий плюс. И у нас, ну, не получалось никак. Там были попытки. Ну, в принципе, это как бы одна основная причина, то, что у нас ничего не получилось. Расстались, да? Да. А чего хотите сейчас от жизни? Вот какого счастья для себя? Ну, естественно, любви. И человека, который бы меня понимал, поддерживал. Ну, такие, конечно, нравятся некоторым женщинам типажи. Такой типаж. Типа далеко не всем, да. Далеко не всем. И невеста не из этого? Нет, не из этого. Числа, да, женщин. Абсолютно точно. Скажите, Анна, вот такой, может быть, вопрос из Розина. Ну, извини, на твою территорию. Если у вас все сложится, допустим, с Артуром, все будет замечательно, но ваши доходы будут в разы превышать доходы Артура. У вас будет отдельный кошелек? Ну, я думаю, да, что отдельный, но в плане всего остального, я думаю, что это не будет для нас большой проблемой, потому что я люблю ездить не только куда-то отдыхать, там, на Майорку, но я и с таким же большим удовольствием отдыхаю в Подмосковье. Я очень люблю реки Подмосковные. Ну, вот смотрите, вы летаете бизнес-классом? Да. А он в эконом. Я изучил средства, чтобы... А хватит у вас денег на бизнес? Да, без проблем. Из-за еще говорит. Нет, нет, они же отдыхать будут с разными кошельками. Роз, ну, наверное, Анна тоже должна быть тогда умной и уважительной к своему мужчине и женщине, чтобы выбирать тот вид отдыха, который будет для него посилен. Да, я именно об этом говорю. Это нормально абсолютно, конечно. Что я... А если он не поднимет, не сможет себе позволить, будет все время одно Подмосковье. Значит, полетим эконом-классом. Вот я это и хочу дождаться. От вас такого ответа. В позу не встанете, да? Ну, я буду стараться, чтобы это не происходило. Нет, вы уже постараться должны были лет 30 назад. Сегодня вы уже должны пользоваться тем, что наработали за свои 52 года. Уже сегодня фантазировать смешно, правильно? Поэтому либо есть, либо нет. У вас есть какой-то сюрприз? Мы для Анны подготовили сюрприз, песню, которую сами написали, вот для нее. Я думаю, что она ее оценит. Как здорово. С удовольствием послушаем. Ночь над землей, но глаз не сомкнуть, напишу что-нибудь, чтобы уснуть. Что-то гложет и гложет меня изнутри. На часах уже два, на часах уже три. Это музыка для подростков до 30. Музыка для подростков? Нет, для нее возраст. Ну вот если бы он спел, это другое дело. Я думаю, что ему надо было снять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брит, в носы, ребят, в живьемке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо. Вы пока пройдите в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, ну, на просе... Ну что, впечатлили мы ее, нет? Что скажете, Владимир? Артур мне понравился, ну, как бы душевный своим вот складом. Человек, мне кажется, такой откровенный. Вот. Вот. И поэтому то, что он сказал, он будет делать по жизни. Он... Ну, Аня ему понравилась. Я тоже увидел ее в глазах. Глаза довольно светлые, а глаза – это зеркало души. Поэтому он мне понравился как человек. Спасибо, Анечка. Как вам? Мне понравился, в общем и целом, Артур. Но у меня сложилось ощущение, что, наверное, он все-таки излишне мягкий для меня человек. Ну, я не совсем согласен. Нет, нет. Я же не должен был там колотить по столу, там, или еще что-нибудь делать. А есть ощущение, что человек никак не хочет выбраться из 80-х? Да. Да? Есть. Вот есть такая немножко даже не инфантильность, а вот застрял в 80-х. И ему хорошо в том времени. Мне кажется, он не очень приспособился к сегодняшнему дню. Поэтому это немножечко я на это смотрю с улыбкой. Согласна. Мальчик. Старый мальчик, знаешь? Да, знаю. Как бы неравное впечатление, что он, наверное, не сможет целиком и полностью обеспечить Аню. Неравное отношение. Это очевидно. И даже не буду комментировать, чтобы Артур не обиделся. То хорош для другой женщины очень даже. Но не для вас. Был бы милый рядом, был бы стимул, все будет. Я хочу возразить Владимир вам по поводу не сможет обеспечить Аню полностью. Речь про это не идет. Я думаю, Анна адекватно понимает, что мужчины, ровесники, которых она может выбрать, будут зарабатывать в разы меньше нее все. Практически все. И потому что те мужчины, которые будут зарабатывать достаточно на ее уровне, будут выбирать женщин 20-летних. И давайте будем адекватно реалистами. И захотят наследников, понимаете, еще. И если мужчина богатый, ему за 50 лет будет рожать детей, потому что ему нужно будет кому-то это отдавать. Знаете, мне был удивительно приятен, Артур. И я тебя поймала на мысль, что я вообще сегодня со всеми себя чувствую удивительно комфортно. Какое-то удивительно приятное ощущение того, что мы все говорим на одном языке. Что вы, вот все поколение 50-летних, что вы читали одни книги, правильные книги. И вы понимаете друг друга, слушали одну музыку. Что вы учились по правильным учебникам. Что вам легко всем договориться друг с другом. Вот полное ощущение. Дети 20 века. Да, в целомности одни и выращенные в СССР, как поют. Кому же сегодня улыбнется судьба? И кого выберет невеста? Давайте вместе подождем и очень скоро узнаем об этом. Владимир, вашей подруге сегодня несказанно повезло. Потому что редакторы постарались и выбрали наидостойнейших. И все-таки нужно только одного выбрать. Вот кто из них достойно? Я бы посоветовал Анне Ричардесу. Он как бывший военный, есть дисциплина. У него целеустремленность есть такая к движению. И, по всей видимости, я чувствую за ним какой-то оплот, которого не хватает в данный момент. Спасибо. Я готов к дураку. Не знаю, как она. Конечно, насильным не будешь. Но в любом случае я готов. Хоть сейчас. Анечка, а вы? Какие у вас впечатления о мужчинах? Все три мужчины мне понравились. И в каждом из них я увидела, что им действительно нужен человек рядом. Они не просто так пришли на эту программу. Это видно. Я могу сказать, что я сделала свой выбор. Спасибо. Я с вами абсолютно согласна. Мне понравились все мужчины. Я думаю, что с каждым из них вы могли найти свое женское счастье. Но вот, мне кажется, тепла, любви, какой-то нежности, как ни странно, вам может дать только один из них. Владимир, первый жених. Ричардас будет жить все-таки параллельно своей жизнью. Мне не кажется, что вам будет достаточно тех крох, которые будут вам перепадать. Хотя он наидостойнейший. Володь, ну как ты думаешь, выберет она тебя? Я думаю, да. Вот я просто подумала, вот кого бы вы смогли и захотели бы осчастливить, чтобы потянуть бы, да, так вот, без напряга, потому что уже понапрягались. Вот, вы знаете, я тоже за Владимира. Все-таки Ричардас сложноват. Владимир, Владимир. А мне понравились все, но при наличии такой явной дружеской совместимости с Владимиром, о которой я говорила, я считаю, что выбирать других было бы неправильно. Поэтому я только за него. Редко мы сходимся в одном. Не-не-не, правда. Но вы слушайте все-таки свое сердце, оно вас не обманет, точно мы вас поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 4-4-ки. Олеся, 25 лет, номер 2097. Заместитель руководителя в иностранной компании. Посещает курсы шитья и моделирования, гордится своей искренностью и чистотой души. Считает, что брутальный и серьезный мужчина составит ей идеальную пару. Владимир, 62 года, номер 2098. Общественный деятель, радиоведущий и писатель. По образованию психолог, доктор медицинских наук. Профессионально играет в большой теннис. Ищет честную, образованную и хозяйственную девушку не старше 30 лет. Мы не знаем, выйдет Анна одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. АПЛОДИСМЕНТЫ Приходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Брат! АПЛОДИСМЕНТЫ Не, мы выйдем там. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, что самое интересное? Я только хожу по фотовыставкам, вот судьба не дала нам с вами возможность там встретиться и здесь в программе. Но это удивительно просто. Теперь нам судьба все даст. У нас и дни, и ночи. У нас есть пара Анна и Ричардос. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился тот участник сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4. Я Лариса Бузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пожалуйста. Удачи. Спасибо. За ручку ходили или по-взрослому? По-взрослому, а тем не менее за ручку-то мы и так ходили и целовались. Я куплю тортик, цветы принесу, ну, чаек попьем. Каким-то образом связано неупотребление гороха и опаздывание на свидание на 30 минут. Подушки, одеяло, простынки, наволочки, кастрюли, сковородки. Есть все. А вы любите петь? 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 Ну, когда, да, занимаюсь по хозяйству, но дети просят этого не делать.